27 марта в России отмечается 202 годовщина со дня образования внутренних войск, которые в настоящее время входят в состав Министерства внутренних дел. На площади павших борцов города Калачан-Дону прошел торжественный митинг и на случаях 22-й бригады оперативного назначения. Продолжение следует... 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 Митинг, посвященный 202-й годовщине со дня образования внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, объявляется открытым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 2012 году бригада участвовала в ликвидации последствий наводнения в городе Крым, Краснодарского края, в режимно-карантинных мероприятиях на границе Волгоградской области. И в настоящее время бригада успешно выполняет служебно-боевые задачи в республике Ингушетия. В этот светлый день мы не можем не вспомнить о наших боевых товарищах, отдавших свою жизнь за мир и спокойствие граждан России. Прошу почтить светлую память погибших боевых товарищей минутой молчания. Желаю всем крепкого, здоровья, счастья, благополучия, добра, мира и успехов в нелегком труде во имя просветания нашего Отечества. В адрес военнослужащих бригады поступили поздравления от заместителя, от министра внутренних дел Российской Федерации, от заместителя министра внутренних дел генерала армии Рогожкина, от командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования. Еще раз всех с праздником, спасибо. Слово для поздравления предоставляется главному федеральному инспектору по Волгоградской области, уполнобоченного представителя президента Российской Федерации по Южнофедеральному округу Сафонову Дмитрию Геннадьевичу. Уважаемые генералы, офицеры, военнослужащие, дорогие ветераны, 27 марта мы ежегодно отмечаем День образования внутренних войск МВД России. И эта дата по праву занимает достойное место в календаре праздничных дат нашего государства. Являясь составной частью Министерства внутренних дел Российской Федерации, внутренние войска стоят на защите личности, общества и государства от преступных и иных противоположений. Правных посягательств вносит свой весомый вклад в обеспечение внутренней безопасности страны. Миссия по предупреждению и пресечению преступных проявлений политического экстремизма и терроризма. Разрешите мне от имени аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Южнофедеральном округе и себя лично поздравить всех военнослужащих, ваших родных и близких, ветеранов внутренних войск с профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, дальнейших успехов в служебной боевой деятельности, на благо и процветание нашей великой Родины. Спасибо. Товарищи генералы, товарищи офицеры, уважаемые военнослужащие войсковой части 3642, уважаемые товарищи ветераны, по поручению губернатора Волгоградской области разрешите зачитать приветственный адрес в адрес командования и личного состава войсковой части. Поздравляю вас, ветеранов и военнослужащих части, с Днем внутренних войск МВД России. В этот знаменательный день примите слова глубокой благодарности и уважения за ваше верное и бескорыстное служение советскому народу и отечеству, своему народу и отечеству. День за днем внутренние войска России ведут напряженную борьбу за обеспечение общественной безопасности. В настоящее время личный состав войсковой части совместно с органами внутренних дел выполняет задачи по охране общественного порядка в Волгограде и области, а также обеспечивает общественную безопасность при проведении массовых мероприятий. Благодарю военнослужащих бригады за активное участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи, проводимых в городе Герои Волгограде и области. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в совершенствовании боевого мастерства на благо обеспечения безопасности Родины. Подписал губернатор Волгоградской области Баженов. Попрошу Сергея Павловича принять приветственный адрес. Пожелание вам всего доброго, счастливого, здоровья и успехов вам, родным и близким. С праздником вас! Решением губернатора Волгоградской области Баженовым Сергеем Анатольевичем при содействии начальника управления внутренних дел по Волгоградской области генерала-лейтенанта Кравченко Александра Николаевича за оказание помощи при проведении режимно-карантинных мероприятий Волгоградской области. В качестве благодарности подарена машина «Хюндай Саната». Администрация Волгограда от имени всех жителей города-героя поздравляет командование ветеранов и личный состав бригады с профессиональным праздником 202-й годовщиной со дня образования внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации. На протяжении всей истории российского государства воины внутренних войск вносят неоценимый вклад в дело укрепления правопорядка, защиты конституционных прав и свобод граждан. Ваша профессия является одной из самых трудных, но жизненно необходимых для существования нашей огромной страны. Во многом имена от военнослужащих внутренних войск зависят не только стабильность общества, но жизнь и благополучие граждан. Волгоградцы уверены, что вы и впредь будете твердо стоять на страже закона, добросовестно служить Родине. Радный труп за достижение отличных результатов служебной деятельности, за образцовое исполнение воинского долга, правильную воинскую доблесть в ходе проведения конкурсических операций на территории Северо-Кавказского региона, вклад военно-патриотического воспитания молодежи, в связи с днем внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, администрации города Волгограда отмечает майора Буланова Владимира Владимировича. Майор Леев Николай Александрович! Старший лейтенант Чернега Денис Михайлович! Старший лейтенант Чернега Денис Михайлович! Прапорщик Семенов Валерий Иванович! Прапорщик Шрепнев Сергей Николаевич! Сержант Медотов Валерий Николаевич! Дорогие мои коллеги! Товарищи генералы, офицеры и солдаты! Сегодня, в день празднования внутренних войск, я хотел бы от чистого сердца поблагодарить вас за ту работу, которую вы делаете в взаимодействии с полицией в целях обеспечения охраночного порядка на территории Волгоградской области. Я думаю, что впредь и в будущем мы с вами будем тестом взаимодействовать именно в этом направлении. И позвольте мне зачитать благодарственное письмо от имени начальника Главного управления внутренних дел Валерийской области генерала-лейтенанта полиции Кравченко Александр Николаевич. Уважаемые коллеги, пусть накопленный опыт, высокий профессионализм, мужество и решительность личного состава передаются из поколения в поколение. Уверены, что движимые стремления к одной общей цели – укреплению российской государственности, вместе мы и в дальнейшем сможем вносить свой достойный вклад в дело развития и процветания нашего Отечества. В этот праздничный день желаем вам и личному составу крепкого здоровья, благополучия, профессионального роста и дальнейших успехов в службе на благо Отечества. Позвольте мне приветственный адрес, а также ценный подарок и благодарности вручить вашему командиру бригады, которая в дальнейшем, я думаю, что вручит вам. Спасибо огромное вам. Уважаемые военнослужащие, ветераны 22-й бригады внутренних войск МВД России, в военской славе дислоцируется боеспособная, мобильная, заслужившая признание на высшем государственном уровне 22-я отдельная бригада особого назначения. В любое время дня и ночи солдаты, прапорщики, офицеры всегда готовы встать на защиту интересов нашей Родины. Большое вам спасибо и низкий поклон за ваш радный труд. За усердие в службе и высокие показатели в боевой подготовке в честь 202-й годовщины со дня образования внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации правами командира бригады поощрено более 250 военнослужащих. Приказ главнокомандующего внутренних войска МВД России генералами Рокошкина за усердие в выполнении войскового долга, разумность сойти, высокий профессионализм, правильное преуполение служебных задач. И вознаграждение внутренних войск оградить на крупном знаке внутренних войск за отличие службы первой степени. Капитан Антончик Владимир Николаевич. Капитан Антончик Владимир Николаевич. Капитан Антончик Владимир Николаевич. Капитан Антончик Владимир Николаевич. За нами водой на просторах Казахстана, военная служба, защита России, под нашим началом все наши силы. Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Казаки! 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 Казака! Казаки! Идет кампания антитеррор И мы у цели антитеррора Верный солдат, я не один против этой тьмы Сверхнет карающим светом булат Победа будет и будем мы Беретов крабовых, гордый отряд Святое братство, стальной кулак Глаза огнем некрасимым горят Повержен будет надменный враг Выходим словно блесвием брит Нас выручают сила и точность Мы виртуозы локальных бит И в этом прочность Вот мы у целей, которые раз И командир принимает решение Короткой фразой звучит приказ На поражение антитеррора Верный солдат, я не один против этой тьмы Сверхнет карающим светом булат Победа будет и будем мы Беретов крабовых, гордый отряд Святое братство, стальной кулак Глаза огнем некрасимым горят Повержен будет надменный враг ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Антитеррора Верный солдат Я не один против этой тьмы Сверхнет карающим светом булат Победа будет и будем мы И если враг не сдается вновь И если враг не сдается вновь То все равно его карта бита Готова ринуться в смертный бой Сверхнет карающим светом булат Спецназ элита Сверхнет карающим светом булат Сверхнет карающим светом булат Сверхнет карающим светом булат Сверхнет arug Коральчик Отみ relative Как ты будешь Или заберешь свой愛 Пустишь Посел ιу%, 当ankind Сверхнет карающим светомбуле Сверхнет карающим светом Западку Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok